Добрый вечер, уважаемые гости Речицкой школы! Добрый вечер, наши дорогие родители, учителя, ученики наши любимые! Добрый вечер! Сегодня на заседании нашего семейного клуба мы будем славить и восхищаться женщинами России, женщинами разных исторических периодов, разных судеб, женщинами, которые присутствуют в этом зале. В уютной атмосфере зала звучат рассказы о княгине Ольге, Боярине Морозовой, Софье Ковалевской. Взрослые и дети с одинаковым интересом слушают сообщения. Одни оживляют в памяти известные факты, другие с удивлением узнают, какие великие женщины вошли в историю нашего государства. Она вполне доказала, что способна железной рукой править государство. Благодаря редкому муну, бесстрашию, воле и хитрости, Ольга сумела жестоко отомстить злейшим врагам, древлянам, за смерть мужа своего Игоря. После выполнения космического полета Терешкова поступила в военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. И окончив ее с отличием, позднее стала кандидатом технических наук, профессором и автором более 50 научных работ. Боярине Морозова была создана в Павлоте Бабаровский монастырь, где подвергалась тяжелейшим выткам и допросам с честным путешествиями. Мы приглашены гости, которые, конечно, женщины непосредственно имеют какое-то важное, наверное, значение, как-то состоялись или что-то сделали важное, или какую-то роль они несут мамы, работника, директора и так далее. Всем было интересно, когда на сцену вышла Галина Галенкова. Она много лет руководит кжильским поселением и сегодня не выступала с речами, а отвечала на вопросы ведущей о роли женщины в современном мире. А вот скажите, в глазах окружения, в котором вы находитесь, с кем вы работаете? Все-таки вы создаете впечатление очень сильное и волевой женщина. Наверное, бывают минуты слабости, когда хотелось бы куда-нибудь в уголочек так тихонечко от всего отойти? Конечно, минуты слабости бывают, а вы знаете, минуты слабости, они бывают иногда от несправедливости, оценки жителей. Вот буквально вчера меня выбил пост одной, в принципе, умной женщины молодой, что у нас плохая речевская библиотека, что там очень плохие потолки. А я вот лежала вчера всю ночь и переживала о том, что вот и крышу сделали, и стены сделали, и зал хороший, и спортивный зал хороший, но до библиотеки еще руки просто не дошли. А думаешь о том, что, ну понимают все это, но не всегда все понимают, и озлобляться нельзя, и надо идти дальше, улыбаться и делать свое дело. Женщины России, это гордость наша? В женщинах России нежность и тепло? Вы со мной согласны, то, что у России, у России, матушки, женское лицо? Конечно, согласна. Наши российские женщины, они, во-первых, очень красивые, во-вторых, они очень трудолюбивые, и воспитаны мы все равно на исконно русских традициях, и почитанию и к Богу, и к вере, и почитанию к мужам, и в любви к своим детям. Женщина, я считаю, это поддержка и опора мужчины, чтобы всегда в нужный момент поддержать, прийти на помощь, когда что-то не получается. Ученики 11 класса подготовили литературный спектакль, он посвящен музам Александра Сергеевича Пушкина. Со сцены прозвучали известные стихи поэта и факты его биографии. В первый раз красоту ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал предложение. Ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Вы спросите меня, зачем? Клянусь вам, не знаю. Наталья Николаевна Кочаров стала возлюбленной, женой, матерью детей поэта, его музыкой. В этом ее великое назначение. Настоящая женщина прежде всего должна соответствовать одному слову, которое рождает все позитивные качества. Она должна быть любящей. Чтобы учителя наши жили дольше, и мамы наши жили дольше, чтобы мы доченьками, сыновьями были. Нам жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Ольга Скрябина, Андрей Пустанов, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести».